Всем привет! Всем мы узнали об Амазон как о производителе уже давным-давно, когда на рынок вышли читалки Kindle. Это поистине бестселлер. После этого в 2010 году появился Kindle Fire – планшет. Дешевый, мощный, но при этом с нелогичным интерфейсом. Недавно вышел и Fire TV – относительно удобное устройство, но только в пределах границ США. Ну и, наконец, середина 2014 года – телефон от Амазон. Вот берешь его в руку и понимаешь – а где впечатления? А их нет. Абсолютно обычный серенький аппарат с кнопкой Home, которая находится не по центру и отдаленно напоминает таким решением Galaxy S3. Как спереди, так и сзади Fire покрыт стеклом Gorilla Glass 3. Сзади большая надпись Amazon, весь телефон черного цвета и это единственный вариант покупки – по краям пластик. Средний по размерам, небольшой, не маленький и в принципе удобный. В руке лежит довольно приятно. Хотя классификацию дизайна можно описать так – что-то очередное от кого-то там. Размер экрана 4,7 дюйма, а вот разрешение 1280 на 720 пикселей, что в принципе нормально, да. Но для имиджа, флагмана и тем более единственного телефона компании – это серьезный промах. Всего 315 точек на дюйм. Экран выполнен по технологии LCD IPS. Ничего необычного, вполне приятные нормальные цвета. Fire Phone имеет на борту уже относительно старенький Snapdragon 800. 2 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 встроенной. Как ни странно, устройство набирает 30 тысяч баллов в Antutu, что всего лишь на чуточку ниже результатов топовых флагманов середины 2014 года. Да и в целом немедленно он работает, с этим проблем нет никаких. У Fire Phone очень хорошая основная камера – это 13 Мп и диафрагма 2.0. Фотографии получаются очень и очень даже на уровне всех последних именно топовых гаджетов вроде iPhone 5s и Galaxy S5, а вот спереди у телефона целых 5 камер. Вы не ослышались, именно 5. Одна работает как фронтальная, а вот четыре других, которые находятся по углам, отвечают за функцию Dynamic Perspective. Все эти четыре камеры в режиме реального времени анализируют информацию о положении лица и всей головы владельца и в итоге показывают на экране что-то вроде 3D. Если я наклоняю голову, телефон следит за ним и двигает внутреннее окружение. И даже если просто вертеть сам Fire Phone, то перспектива изображения меняется. Есть и такая фишка. Вот смотришь телефон, вроде все чистенько, кристальненько, убираешь голову и появляется дополнительная информация – уровень сигнала, время, заряд батареи. Логически рассуждая, кажется, что это бредово. То есть, чтобы посмотреть, сколько осталось батареи, нужно отвернуться вбок и косить глазом телефон. Очень удобно, да. Работает Dynamic Perspective не только на заставке, а по всей системе. В меню все иконки 3D-шные, поэтому тоже следят за положением головы и интересно крутятся и поворачиваются. Наклоняя телефон, можно листать страницы в браузере или книге, допустим. Конечно же, это неудобно и не нужно. Fire Phone построен на базе Android 4.2.2. Сама система называется Fire Phone OS 3.5. Логика Android и вообще все, что можно, переделано. Все запутано и нелогично. То, что мы видим изначально, это последние запущенные приложения. То есть, фактически многозадачность, хотя в привычном виде ее тут вообще нет. Под иконкой приложения, если она поддерживает эту функцию, показывается, что было открыто ранее в этом приложении. Внизу располагается док с четырьмя иконками, но они же на первой странице все стандартные приложения и на следующих все загруженное извне. Кстати, есть еще вот такая штука. Если дернуть телефон вбок, откроется меню быстрого доступа. Из этой странички можно попасть в музыку, веб-магазин и так далее. Вот это реально. И, похоже, единственная удобная вещь в этом телефоне. Слева тоже есть меню. Оно показывает погоду и другие события. Что-то вроде слабо пахнущего Google Now. Ну а сверху обычный центр уведомлений с тогглами. Здесь есть и свой голосовой помощник. Он работает только на английском, обладает скудным функционалом, поэтому отдельного упоминания не стоит. Система Fire OS 3.5 работает только с английским языком, здесь других нет. Зато из коробки доступна русская клавиатура. Но не все так плохо. У Амазон все же всплыли хорошие идеи. Одна из них сервис под названием Mayday. Вы в любой момент нажимаете на кнопку и перед вами в онлайн режиме сотрудник Амазон, который расскажет вам, как пользоваться телефоном и так далее. Это просто невероятно удобно и такое не помешало бы любому производителю. Еще одна хорошая вещь, которая понравится всем, кто живет в США, Firefly. Вы просто снимаете на телефон любой фильм, плакат, банк, уколы и вообще что угодно и получаете ссылку на Амазон с описанием и возможностью купить это. Вот, пожалуйста, плакат с Росомахой. В системе нет сервисов Google, но отдельные приложения можно поставить, как и 90% всех Android программ и игр, даже если их нет в Amazon App Store. Еще одна проблема – лок. Телефон работает с русскими сетями, да, но, к сожалению, не воспринимает сим-карты, поэтому нужно делать программный анлок. Здесь стоит батарея на 2400 мАч. Держит телефон весь день. Средний показатель, в общем. Ну и самая шокирующая – цена. Версия на 32 гигабайта обойдется покупателям в 650 долларов, а на 64 – в 750. Почти 25 тысяч рублей за бесполезное устройство, и это как раз самое подлое, что Amazon могли предложить покупателям. Firephone – это идеальное устройство для покупок на Amazon, но по своей актуальности это примерно как пульт от телевизора. Очень жаль, что получилось именно так. Надежды нет даже на кастомные прошивки, так как все основные возможности, а именно Dynamic Perspective и Firefly работать уже не будут. Поэтому и вывод можно сделать однозначный – только для настоящих и преданных фанатов Амазон.